Миф о продуктивности номер один. Заправляйте постель. Да, это прием повышения продуктивности, воспетый Адмиралом в отставке Уильямом МакРевином в его книге под пространным названием «Заправляй кровать». Что ж, Адмирал, я скажу вам, что если у вас есть гиперактивная собака, то это просто ужасный совет. Посмотрите на это видео. Это доказательство того, что этот лайфхак не работает. Честное слово, в таком доме застилать свою постель не прибавит вам продуктивности. Вы только превратитесь в параноика. Вы только что заправили постель, потом вернулись через 10 минут, а она уже превратилась в смятую берлогу. Что произошло, черт побери? Но чтобы внести ясность, Адмирал МакРевин мне очень нравится ваша книга. На самом деле ее подзаголовок «10 простых правил, которые могут изменить твою жизнь и, возможно, весь мир» — это то, с чем я согласен на 100%. Я хочу сказать, что цель сегодняшнего видео — это указать на то, что многие из лайфхаков для повышения продуктивности работают не для всех, и вам нужно проверить их на себе. Многие люди пребывают в заблуждении, что все такие лайфхаки помогают, но на самом деле они полезны далеко не для всех. Давайте поговорим о пункте номер два — привычки успешных людей. Нет никакой гарантии, что они также помогут и вам. Например, просто обратите внимание на тот образ, который создал покойный Стив Джобс. Все пытаются подражать его стилю руководства, тому, как он добивался своего, даже его привычкам в еде. Он мог есть морковь и яблоки целую неделю и больше ничего. Люди узнают об этом и думают, если я буду делать так же, я стану похож на Стива Джобса и добьюсь таких же успехов. Продолжая обсуждать совет директоров Apple, Тим Кук встает в 3.45 утра. Мы знаем, что Скала просыпается в 4 утра, чтобы заняться спортом. Марк Уолберг встает в 2.45, чтобы заняться тренировками. Он успевает переделать все эти дела к 6 утра. Может быть, вы хотите раскрыть своего внутреннего гения? Хорошо, допустим, вы читали Ницше. Он гулял по 8 часов в день в одиночестве. Ну что, хотите попробовать последовать его примеру? Фрейд имел привычку подстригать бороду ежедневно. Поэт Шиллер оставлял яблоки у себя в столе, пока они не сгнивали. Видимо, это подхлёстывало его творчество. Заметьте, что я перешел на совсем странные факты, чтобы подчеркнуть, что действия людей не всегда основаны на логике. Это привычки, которые посторонние люди могли наблюдать у людей, выдающихся. Я не хочу сказать, что прогулки каждый божий день не помогут вам прокачать креативность. Я хочу сказать, задумайтесь о том, что поможет именно вам. Задумайтесь, соотносится ли пробуждение в 4 или 5 утра с вашим образом жизни. Если такой график не соответствует вашему естественному циркадному ритму, забудьте об этом. Попробуйте что-то еще, чтобы найти привычки, которые пробуждают у вас вдохновение. Следующий миф о продуктивности заключается в том, что многозадачность каким-то образом повышает эффективность вашей деятельности. Ребята, нет ничего более далекого от истины. Мы обычно думаем так. Если я делаю два дела одновременно, значит, я могу сделать, соответственно, в два раза больше. Верно? Может быть, добавить еще и третье дело? Но вы при этом не берете в расчет переключения внимания. Такое можно увидеть даже в работе компьютеров. Когда они выполняют несколько задач, они не выполняют эти задачи в одно и то же время. Они переключаются между ними. Для человека затраты на переключение с одной задачи на другую могут сократить от 25 до 50 процентов, как бы это сказать, вычислительной мощности, которая происходит там у вас в головном мозге. Например, вначале вы работаете с бумажным текстом, потом хотите перейти к просмотру чего-либо или что-то проверить. Так можно делать, если вы хотите устроить пятиминутный перерыв в часовой работе. Это нормально. Это не многозадачность. Тогда это называется перезагрузкой. Это нечто совсем другое. Мы же говорим о том, что вы пытаетесь провернуть две задачи одновременно в одно время, когда они обе задействуют ваши когнитивные способности. И тут надо уметь различать, так как я знаю примеры многозадачностей, которые не требуют вовлечения когнитивных способностей. Например, вы в прачечной стираете белье и одновременно учитесь. Что ж, это имеет смысл. Это как раз ничего от вас дополнительно не требует. Это полезная многозадачность. Плохая же многозадачность это когда вы пытаетесь делать несколько дел одновременно. То есть вы берете в дело один проект, затем переходите на другой. У вас политика открытых дверей, к вам заходят люди, прерывают. Если вы хотите завершить проект, дайте себе время, чтобы сосредоточиться. Следующий миф. Работая больше, вы якобы сможете больше успевать. Мои рассуждения основаны на исследовании 2014 года. Из него я и подчерпнул эту информацию, но от 50 до 55 часов это максимум. Больше этого времени вы не можете работать в течение недели. В моей компании мы действительно разрешаем сотрудникам работать 50 часов в неделю. Но в нерабочее время я стараюсь сократить 50 часов до 30 или 35 часов в неделю. Многие люди думают, о, я работаю на двух работах, я работаю по 70 часов, результаты моей работы превосходны. Нет, это не так. Исследование 2014 года в Стэнфорде показало, что разницы в эффективности на самом деле нет в том, что люди могут сделать за 70 или за 55 часов. А что же происходит за те 15 или 20 часов в разницы между этими рабочими периодами? В основном они уходят на то, что что-то не работает должным образом. В это время ваша эффективность сразу падает, и это негативно сказывается на результатах, особенно в первую неделю работы. Например, в первую неделю вы работаете 70 часов, а на следующую 40-50, ведь ваша производительность упала из-за первой недели. Следующий миф. Выполнение задачи якобы означает продуктивность. Это неправда. Завершать важные дела. Вот что продуктивность. Не обязательно срочные, не обязательно те, что вроде как требуют внимания. Не обязательно те 125 дел из вашего списка задач. Если вы сделали 120 дел из списка, но не сделали те 5, что были важнее остальных, я скажу, вы работали вовсе не продуктивно. В этом весь смысл. Как я уже раньше говорил, используйте матрицу приоритетов. В матрице приоритетов наверху находятся важные вещи. Левый квадрат. Вещи срочные и важные. Квадрат справа. Это вещи несрочные и важные. Все, что находится наверху, это то, чего вы хотите избавиться. Очевидно, если дела срочные и зависят от времени, вы должны в первую очередь сосредоточиться на них. Проблема заключается в том, что у вас много дел, которые вам кажутся срочными, но они вовсе не важны. Например, соцсети, личные сообщения, которые вроде требуют вашего внимания. Вам кажется, что нужно ответить человеку, который написал это сообщение в Твиттере. Если вы не работаете в отделе по связям с общественностью, или если это не влияет негативно на бизнес, на вас, может, отступитесь и не станете ничего доказывать. Однако завершение проекта, размещение рекламы для вашей компании, возможность убедить человека выполнить свою работу, то, что действительно важно сделать в первую очередь, а не реагировать на какие-то случайные вещи в интернете. Следующий миф – это замах на глобальные цели. Я знаю, что в теории это звучит здорово, когда у вас есть потрясающая цель, например, взобраться на высокую гору. Но до того, как взбираться на Килиманджаро, до того, как подступиться к ней, нужно перед этим взобраться хотя бы на местную горку в вашем районе. Ваша цель – это потрясающая мечта, но вы должны работать над ней. И чтобы добиться глобального, надо выполнить вначале менее значительные задачи. К задаче нужно подходить пошагово. Я знаю это по себе, в своей компании я всегда разбиваю сложные задачи на более простые составные части, которые сделать гораздо легче и быстрее. Ничто не позволяет человеку лучше ощущать свой прогресс, чем маленькие победы, которые ему удается совершать каждый день. Небольшой прогресс побуждает вас к дальнейшему прогрессу. Например, в спортзале я не ставил себе цель вернуться к той форме, которая у меня была в 20 лет. 22. На пике моей хорошей формы. Я бы очень хотел вернуться к той форме. Я действительно хочу этого добиться. И, может быть, даже превзойти свои результаты. Но до этого я поставил себе цель просто постоянно ходить на фитнес. Я не ставил себе цель качаться или бегать какое-то время. Нет. Цель была просто ходить в спортзал. Это кажется какой-то ерундовой целью, потому что я могу уйти из спортзала, как только туда попаду. Ушел я только один раз, когда чувствовал себя плохо. Но в 99% случаев я полноценно тренируюсь. Постепенно ставлю более высокие цели. Ведь, достигая целей более низкого уровня, вы захотите пойти дальше и добиться. большего. Так что, господа, если вы встаете в 5 утра, думая, что вас ожидает невероятно продуктивный день и все идет к чертям, сделайте мне одолжение, поставьте лайк этому видео. Так, вы покажете алгоритмам Ютуба, что вам нравятся подобные видео, и я буду создавать больше подобного контента. Следующий миф о продуктивности – это попытка выжать максимум из каждой минуты в течение дня. Например, я пытался из 14 или 16 часов в течение каждого дня учитывать буквально каждую минуту. В итоге, я просто выгорал, потому что так долго продолжаться не может. И опять же, это может сработать только для небольшого процента людей. Подавляющее большинство работает лучше только в течение определенного промежутка времени, когда их продуктивность максимальна. Некоторые люди – жаворонки, другие – совы. Я не собираюсь их как-то сравнивать. Все зависит от вашего циркадного ритма, от того, когда вам лучше работается. Что касается меня, первые 4-5 часов по утрам я работаю продуктивнее всего. Утром в воскресенье я прихожу в офис и работаю 4-5 часов. Я обнаружил, что снимая несколько видеороликов по утрам в воскресенье, я лучше всего настраиваюсь на успех и на рабочую неделю. Ребята из моей команды находятся в разных часовых поясах. Кто-то на Филиппинах, кто-то в Украине, кто-то в Восточной Европе. Так что, когда я отправляю команде видео, я уже правильно настраиваю свою рабочую неделю, потому что людям уже есть над чем работать, у них есть направление деятельности. То есть, я уже определяю приоритеты для своей команды на неделю вперед. И я беру выходной в пятницу, большую часть четверга, я тоже не работаю. То есть, устраиваю себе такие ранние выходные. Итак, а что же я делаю во вторую половину дня? Я устраиваю встречи, я обдумываю дела, которые требуют сосредоточенности. По утрам я стараюсь снимать видео, то что требует наибольших энергозатрат. В это время мой мозг работает с наибольшим напряжением. Теперь поговорим о визуализации. Есть такая книга под названием «Секрет», в которой говорится о способности визуализировать ваши цели и то, как вы можете реализовать их, просто думая о них. Это очень спорная книга. Многие говорят, это открытие, именно так все работает в моем случае. Другие говорят, это полная чушь. Исследователи больше склоняются ко второй точке зрения. Они даже говорят, что это оказывает негативное влияние, потому что всякий раз, когда вы визуализируете, вы тратите слишком много энергии, направляя ее только на результат. Вы не думаете о подводных камнях. Вы не думаете и не понимаете, как добиться цели. Вы фокусируетесь только на конечном результате. И всякий раз, когда вы действительно начинаете делать шаги навстречу цели, вы на самом деле сталкиваетесь с проблемами, с препятствиями, с разными трудностями. Но вы этого не предвидели. Вы не думали об этом во время визуализации. И вся проблема в том, что как раз это может выбить вас из колеи. Из-за препятствий многих опускаются руки, что вполне очевидно, верно? Однако многие в это продолжают верить. Лично я думаю, что это какая-то чушь. А вы что думаете, пишите в комментариях. Следующий миф заключается в том, что если вы будете заняты, вы сможете получить желаемое. Ребята, не торопитесь. Я говорю своей команде. Ребята, дайте мне 15 минут, чтобы выпить кофе и подумать о том, какие дела являются важными, какие срочными. Об этом говорит нам принцип Паретто. Те 20 процентов, которые дадут вам 80 процентов. Я также упоминал другой принцип Паретто, по которому 4 процента могут дать и вам 65 процентов. Интересно, как это работает? На самом деле есть пара вещей. Если вы их сделаете за сегодня, все, день может считаться удачным. По себе скажу, если я в выходные сходил в спортзал, выложился на тренировки, то день действительно будет для меня удачным. Я знаю, что если позабочусь о своем теле, буду себя лучше чувствовать. И это для меня правильное начало дня. И если все пойдет наперекосяк в течение недели, сам факт того, что я позаботился о своем теле, уже важен психологически. В работе действует тот же принцип. Если вам удастся сделать одну, две важные вещи утром, то весь день пройдет намного лучше. И если, например, человек, который собирался заключить сделку с вашей компанией, почему-то задержался с выполнением, доведите дело до конца. Напомните ему об этом. Может быть, вы не хотели бы этого делать, чтобы не показаться слишком настойчивыми. Но по итогу вы звоните, и оказывается, что он просто забыл и теперь благодарен вам за понимание. Вы заключаете сделку, и знаете что? Весь остаток дня, остаток недели вы чувствуете себя прекрасно, потому что преодолели себя и сделали то, что вызывало у вас неприятие. Сейчас, вероятно, вы думаете, Антонио, спасибо тебе, что разрушил все эти мнимые лайфхаки о продуктивности. Что же на самом деле может повысить вашу продуктивность? Что ж, я не могу ничего гарантировать, но вы можете найти хорошие идеи в этом видео. В нем я говорю о тех вещах, которые вы можете носить, надеть на себя, и которые могут повысить вашу продуктивность. У меня нет стопроцентной гарантии, ребята, но есть исследования, которые подтверждают мои слова. Обязательно посмотрите.